Пообещали и сделали. Студенты Крымского федерального университета высадили плодовые деревья у дома долгожительницы села Чистенькая Агафьи Дьячковой. 2 февраля женщине исполнилось 106 лет. Тогда она и попросила именно этот подарок. Как только погода позволила взять в руки лопаты, студенты собрались у ее дома. Как выполняет свои обещания современная молодежь? Смотрите в сюжете. На 107 году жизни Агафья Дмитриевна плохо слышит, но несмотря на это смотрит телевизор, иногда читает и всегда рада приезду гостей. Пока студенты работают в ее огороде, вспоминает, как сама когда-то трудилась. Другие говорят, да что ты беспокоишься, надо покушать. А нет, я кушать не хочу, но работать. Как в свете есть работа, я все выполняла. Все выполняла. Чтобы деревья высадили именно иностранные студенты, Агафья Дмитриевна захотела неспроста. Мысль родилась, когда ей зачитали стих парня из Иордании. Он был написан в ее честь. Встретиться с автором не удалось, но оказалось немало других ребят, которые вызвались на доброе дело. Мы, конечно, будем врачи. Мы будем помогать людям. И не только лечение. Но надо помогать им во всей жизни. Посадкой одних деревьев ребята не ограничились. Дружно вскопали огород и обрезали кустарники. Ведь в этом доме уже давно нет мужчин. Все дела легли на женские плечи. Я уже не могу. У меня нет сил. Я говорю только так, чесночок, лучок, там вот немножечко цветочники покопалось. И все, уже сил нет. Всю свою жизнь Агафья Дмитриевна работала, воспитывала троих дочерей и ухаживала за мужем-инвалидом. И несмотря на то, что сейчас ей и самой нужна помощь, она все равно продолжает проявлять заботу к детям. Я в кухне вожусь, она придет, сядет, сидит. Может тебе что помочь? Я говорю, мам, ну что ты мне поможешь? А что ты все сама? Да все сама. Говорю, ну так и что теперь? Я пока сама в состоянии, я буду все сама делать. Жизнь Агафьи Дячковой достойный пример. В военные годы она помогала партизанам. А в мирное время, как и положено настоящей женщине, занималась семьей. Эту цифру мы нигде еще не говорили. Тех, кому 100 более лет в республике Крым на сегодня, на 1 марта было 90 человек. Самым пожилым 107 лет, среди которых бабушка. Все в городе Симферополе, в нашей столице, из 90, 20 долгожителей проживает здесь, у нас, в столице Крыма. Чтобы дополнить небольшой плодовый сад из яблонь и груш, в следующий свой визит студенты обещают привезти саженцы кизила. Мария Красновицкая, Роман Ананьев. Время новостей.